МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спонсор выпуска – группа компании «Игротек». Квартиры в новом жилом комплексе «Орбита» на улице Нижняя Дуброва. Шесть современных высоток. Все рядом. Детская и взрослая поликлиники. Остановки. 32-15-44. Добрый день. В эфире телерадио-компания «Губерний 33». Программа «На всю Владимирскую». В студии Александр Козлов сегодня в выпуске. Мягкий контроль за программами регионального развития. В области стартовал проект «Предпринимательская среда». Не произведение искусства, но глаз радует. Как серые подъезды многоэтажек превращаются в красочные картины. И товарищ Гольцуман из Москва-Швея зря обещал эпоху фрака. В палатах открылась выставка «Маяковский от кутюр. Искусство одеваться». Также представлю нашего гостя. Сегодня им стал участник проекта «Глобальное образование». Студент Нанкинского университета. Житель Суздаля Константин Крайнов. Константин, добрый день. Добрый день. С Константином мы планируем поговорить, что такое проект «Глобальное образование». Почему он обучается именно в Китае. И какой опыт мог бы быть, на его взгляд, перенесен из Поднебесной на нашу Суздальскую землю. Но сначала губернские новости в программе «На всю Владимирскую». Зеленый свет малому и среднему бизнесу. Во Владимирской области стартовал федеральный проект «Предпринимательская среда». Вместе с 33-м регионом в программе участвуют Свердловская и Волгоградская области. Предпринимательская среда – это не просто создание благоприятного климата для бизнеса. По сути, это новые возможности для тех, кто стремится развивать свое дело. Проект, прежде всего, направлен на то, чтобы давать оценку эффективности расходованию средств региональных бюджетов на поддержку малого и среднего бизнеса. Координировать эту работу. Будет вводиться институт наставничества для молодых предпринимателей. Есть цель поставить долю малого и среднего бизнеса России увеличить до 45-50% национального продукта. И по высоте в этом сегменте до 35-40 миллионов человек. Звучали цифры на госсовете, что они именно должны стать критериями оценки эффективности работы правительства России и глав регионов. В России около 5 миллионов предпринимателей. Каждый четвертый россиянин так или иначе занят в малом или среднем бизнесе. Оборот этих предприятий во Владимирской области в 2015 году вырос на 12%. Для их развития было выделено более 120 миллионов рублей из федерального бюджета и еще 20 миллионов из областного. Среди приоритетных механизмов поддержки – прямое субсидирование бизнес-проектов. Предоставляются гранты и субсидии на модернизацию и лизинг. В Коврове успешно функционирует бизнес-инкубатор, а во Владимире – центр поддержки предпринимательства. Мы хотим, чтобы сторонники и те привлеченные следы, которых мы будем приглашать, и те, которые проявляют свои желания, включились в институт общественного контроля реализуемых программ, чтобы это стало более открытое, чтобы решения и данные по тем или иным программам, реализуемым внутри субъекта, были понятны. И почему выделяются деньги тем или иным субъектам предпринимательства, было тоже понятно. Дмитрий Хвостов Бурна отреагировала на информацию, что ковровским тренерам резко сократили зарплату, а большая часть детей в ранее бесплатных секциях стала заниматься за деньги. Строительство такого глобального проекта, как Ледовый дворец для города – это тоже очень тяжелая в финансовом плане задача. Ее нужно было решать всеми возможностями, которые есть только у бюджета города в части его финансирования. Поэтому на четвертый квартал у нас есть проблемы, но мы их снивелировали, и сейчас на завтрашнем Совете Депутатов будет дополнительно выделено денежные средства для того, чтобы вот эту проблему локализовать. А вот для того, чтобы рассчитаться с подрядчиком, коврову придется брать бюджетный кредит. Со Светланой Юрьевной Орловой мы в июле месяце этот вопрос проговорили, и он решен. Но будем брать в завершение строительства по расчету с застройщиком, с генподрядчиком в завершении строительства. Уверенность у нас есть всегда. Если за что-то мы беремся с нашим руководителем Светланой Юрьевной Орловой, то мы всегда доходим до полного удовлетворения. То есть объект будет построен и сдан в сроке. Сейчас рабочие облагораживают территорию вокруг дворца. Также ведутся отделочные работы внутри арены. Перед руководством объекта будет стоять задача выйти на самофинансирование. Поэтому здесь будут проводиться не только хоккейные матчи, но и массовые культурные мероприятия. Открытие ледовой арены планируется под самый новый год, 25 декабря. Во Владимире появились жилые дома, необычные раскраски. Благодаря коммуны и многоэтажки в спальных районах превращаются в эффектные арт-объекты, выясняла наша съемочная группа. Психологи утверждают, человек должен сам создавать себе настроение. Уверена, что у жильцов этого дома с этим проблем нет. Ведь как можно грустить и поддаваться осенних андре, глядя на эти расписные подъезды. Роспись домов впервые появилась за рубежом. Тренд подхватили московские и питерские художники. И теперь картины на фасадах жилых и офисных зданий стали привычными для жителей столиц. Во Владимире найти дома, украшенные рисунками не уличных графитчиков, коих принято считать маргиналами, а профессиональных художников очень сложно. Однако такие все же есть. Работники одной из управляющей компаний решили начать с малого. Облагородить подъезды подопечных домов нестандартным способом. Рисунки различных тематик украшают уже порядка 40 подъездов. Мы долго думали, что нового привнести в обыденный ремонт жилых домов. И изучая опыт других городов, мы столкнулись на том, что есть такая приятная практика украшать подъезды росписями и рисунками. Мы предложили жителям наших домов применить эту практику на их домах. Жители тех домов, где нет, согласились. Мы, проводя ремонты входных крылец, мы ремонтировали и уже разрисовывали дома в те рисунки, которые согласовывали также с жителями. Оличные пейзажи, дикие джунгли, птицы, верхушки деревьев. Так теперь выглядят входные двери жилых домов на нескольких улицах Владимира. Но в селе поддержали инициативу управляющей компании. Против жителей было немного. То есть, наоборот, даже жители приходили, некоторые домов просили, сделайте нам именно ремонт в таком виде. И в первую очередь там, где были предложения, мы шли туда. Учитывая, что художников не так много, у нас целое звено художников работало, они физически просто не успевали сделать больше. Но и сроки ремонта подъездных дверей у нас тоже идут по плану. Ручки тяжело находить на дверях стало, потому что пёстрый рисунок, тяжело найти ручку. Но жители привыкли после этого, и всё нормально стало. Мы решили узнать, что думают по этому поводу владимирцы и непосредственно жители дома 22 на улице Сурикова. Я здесь в этом доме не живу, я не знаю, как жителям нравится или нет. Ну так-то хорошо, конечно, лучше, чем это пустые ворота. Это-то красота. Вот у 14-го дома, посмотрите, какой тротуар сделали для людей. Это вообще кошмар. Это лучше, чем обшарпанные подъезды. И, скорее всего, может быть, идеи хорошие. Я даже бы всем советовала вообще по кругу и вообще бы так разрисовывать подъезды. Очень хорошая инициатива. Будут хорошие балконы, покрашенные окна. И тогда, может быть, эти рисунки лягут лучше. Безусловно, украшенные рисунками фасады и подъезды домов – это здорово. Но если целостный облик дома не радует глаз, балконы того и гляди рухнут, а прилежащие к зданию территория не обустроены хорошей детской площадкой, дорожками или местами для парковки, насколько уместно смотрятся эти изображения? Как заверил генеральный директор управляющей компании, ремонтные работы будут проводиться. Но позже. Маяковский научит нас одеваться. В палатах Владимира Суздальского музея-заповедника открылась выставка «Маяковский от кутюр». Работать она будет до 6 декабря. О том, как был связан легендарный поэт с миром моды, а также с нашим городом – в репортаже Бориса Пучкова. Любить – это значит вглубь двора, вбежать и до ночи грачей, блестя топором, рубить трава силой своей играючи. Любить – это с простынь, бессонницей рваных, сврваться ревнуя к копернику. Его они, мужем Марии Ивановны, считали своим соперником. Эксцентричный, яркий, узнаваемый. Владимир Маяковский был и до сих пор остается иконой безупречного вкуса и стиля, как в манере одеваться, так и в стихах. Он ворвался в поэзию со своим высоким ростом, решительной походкой, азартом, широкими жестами и пламенной речью. Личность Маяковского потрясла весь поэтический мир. На выставке в палатах представлены его личные вещи – 170 экспонатов из Государственного музея Маяковского. Часть этой коллекции музея передала подруга – поэта Лиля Брик, часть его семья. Вот, к примеру, знаменитая желто-черная блуза. К сожалению, она утрачена. Мы на выставке представляем ее реконструкцию. Но сохранился фрагмент этой ткани, который Маяковский отправил в одном из писем своим сестрам. И именно этот кусок мы выставляем. Директор Московского музея коренной Владимирец Алексей Лобов решил сделать подарок родному городу и привез сюда эту экспозицию, чтобы таким образом красиво завершить год литературы. Выставка показывает не только то, насколько щепетильно Маяковский относился к своему внешнему виду, какое значение придавал стилю, одежды и аксессуарам, но и позволяет проследить его жизненный путь. Мне очень нравится, как эта выставка оформленная. Помимо великолепного набора подлинных личных вещей Маяковского, она сделана стильной. Она дает ощущение времени, ощущение эпохи. И в то же время приближает Маяковского к нам. Семья Владимира Маяковского после смерти его отца переехала в Москву и жила очень бедно. У поэта в первый год жизни в столице была всего одна рубашка, поэтому он просил сестер и мать шить ему вещи. Именно в этой одежде он совершал свои первые эпатажные творческие шаги. Когда появились деньги, Маяковский начал носить хорошую одежду и занашивал ее буквально до дыр, потому что очень привязывался к вещам. Разнообразить гардероб поэта помогала Лилия Брик, которая получила разрешение выезжать за границу. В одном из писем она пишет, что я нашла в Париже очень хорошие ткани, которые я привезу, а в Германии одно барахло. То есть немецкие ткани не понравились, и понравились именно ткани, которые она нашла в Париже. И она привозила это, и из этого шили одежду. А еще Маяковский очень любил хорошую обувь. Однако поэт имел нестандартный для того времени 45-й размер ноги. Ему было чрезвычайно трудно подбирать ботинки. Поэтому, чтобы обувь долго не снашивалась, он подковывал ее металлическими подковками, и многие узнавали поэта по характерному цоконю каблуков. Точнее прочувствовать габариты поэта гостям выставки поможет шкаф Маяковского, который был сделан по его эскизу. Зритель может подойти к шкафу и посмотреть. Шкаф был сделан со специальной откидной полочкой, над которой расположено зеркало. И то есть подойдя к шкафу, мы можем просто ощутить физически, какого роста был Маяковский, потому что, подходя, мы видим только нижнюю часть зеркала. На выставке в палатах есть также дорожный кофр, с которым Маяковский путешествовал по России, Европе и Америке. Отдельно здесь представлена экспозиция Маяковского Владимире, книги, афиши и газетные вырезки о его представлениях в областном центре. Выступал он, к слову, на сцене бывшего Дома офицеров. Наш сайт в сети интернет trc33.ru. Последние новости из области жизни и все проекты губернии 33 в одном клике. trc33.ru. А прямо сейчас в нашей студии житель Суздали Константин Крайнов, студент Нанкинского университета. Константин обучается на факультете географии человека, а попал в Китайскую Народную Республику. Он в рамках проекта Министерства образования, который называется «Глобальное образование». Всего по проекту на учебу за границу в 2015 году должно отправиться 850 человек. В качестве принимающей стороны выступает не только Китай, также Великобритания, Соединенные Штаты, Дания, даже Австралия есть. Константин, участники проекта отбираются на конкурсной основе. А как вообще проходит этот отбор? Как вы туда попали? Ну, для начала, одно основное условие, первое и основное, это самому поступить в заграничный вуз. То есть вы уже к тому времени поступили в Нанкинский университет? Я поступил в Нанкинский университет уже после того, как решил, что стану участником программы. К моменту, как я узнал об этой программе, я уже находился в Китае. Я там работал. Сообщили мне о существовании этой программы из университета, из моего университета, который я заканчиваю. Это в ЛГУ. Информация пришла не с факультета, мне информация пришла из международного отдела. Нет, в ЛГУ какой факультет? В ЛГУ был факультет, естественно, географический. Ага, коллеги, понятно. Далее я подал заявление в университет на поступление и успешно поступил. Только после этого я зарегистрировался на официальном сайте программы и начал предоставлять оставшиеся документы. Это справки обо мне, справки о моем образовании, опыт работы и так далее. Вы говорите, что уже в это время работали в Китае. Как в Китае это вообще оказались? Немного выпускников, естественно, географического факультета оказываются в Китае в итоге. Идея поехать в Китай пришла, когда я учился, еще учился у нас в городе, в Владимире. Дело в том, что где-то со второго курса я начал встречаться с китаянкой. И мы решили, что неплохо бы после обучения мне выучить китайский язык. Собственно, в Китае я и поехал изучать язык. Изучать язык. Да. Так. Нанкинский университет почему был выбран? Там какие-то специальности можно получить, которые у нас невозможно получить? Либо туда поступить проще, либо еще какие-то причины? Этот университет, Нанкинский, он был в перечне университетов, в которые я могу поступить, участвуя в этой программе. Потому что участие в программе предусматривает не любой университет. Вступление не в любой университет. Там определенный перечень. Да, перечень лучших университетов в мире. Нанкинский университет, он пятый по Китаю. То есть, он один из ведущих вузов Китая. Просто специальность, к которой я там пошел, это тоже географическая специальность. Более-менее мне это знакомо. А вот вообще само сочетание географии человека, какие дисциплины там преподаются? Когда мы говорим просто о географии, естественно, географический факультет, ну все понятно, тут как бы экономическая география, политическая, физическая география, геология и все прочее. География человека, что вот это в себя включает? География человека, грубо говоря, включает в себя изучение влияния окружающей среды на человека и его жизнедеятельность. И наоборот. То есть, все, что связано с человеком с точки зрения географии. Насколько вот эти знания, в принципе, используются, скажем так, в повседневной жизни Китая? Насколько там вот это все организовано? На самом деле, эти знания используются не только в Китае, они везде используются. При строительстве комплексов или отдельных зданий, при переезде, при планировании городов. К слову сказать, вот эта специальность, могу сказать, основные предметы в этой специальности. Очень большой блок предметов по туризму, разнообразный туризм. Далее идут блок именно физическая география, все-таки это основа. Я думаю, основа любой географии – это физическая география. Еще есть планирование земли. То есть, грубо говоря, предмет можно перевести вот так. То есть, что где лучше строить, а где строить – не обязательно. Так, что из того, что уже на данный момент удалось получить, я имею в виду информацию, знания, вот так вот, по первым прикидкам, можно было бы здесь у нас применить. Ну, я думаю, именно вот в планировании земли. То есть, как распланировать определенный участок. То ли, неважно, новый район это города, или мы ищем место по детский садик. Что бы то ни было, в какой части города лучше это построить. То есть, это как бы те знания, которые используются для организации, чтобы какого-то участка земли, чтобы людям было удобно и эргономично этим пользоваться. Да, в том числе это. Чтобы это не мешало людям. Чтобы это не мешало окружающей среде. Еще один большой блок – это именно защита окружающей среды. Для Китая, кстати, актуальна такая проблема. Да, это проблема очень актуальна, и в последнее время они очень усердно над ней работают. Я хочу сообщить нашим зрителям, мы сейчас продолжим с Константином дальше беседовать, но пока хочу сообщить, что обучение, на обучение каждому участнику программы глобальное образование выделяется определенный грант. Так вот, размер этого гранта, в зависимости от страны, в которую едет участник, от того университета, от продолжительности обучения, может достигать 2 миллионов 760 рублей в год. Ну, соответственно, если продолжительность обучения больше года, ну, пропорционально вот эта сумма увеличивается. Константин, ваше обучение сколько стоит? Мое обучение стоит около 300 тысяч рублей за год. Это только за обучение, плата за обучение. А что конкретно в эту сумму входит? Плата за обучение? Только плата за обучение. А проживание, перелеты туда-сюда, тоже ведь не дешевое удовольствие. Это все так. При участии в этой программе мы должны составить смету. Мы сами составляем смету. Смета делится на два больших блока. Первый блок – это другие расходы. То есть сюда включено и проживание, и плата за… Сопутствующие, да? Да, сопутствующие расходы. И второй блок – собственно, плата за обучение. Мы несем, скажем, отчетность. Мы должны предоставить отчетность за второй блок. Именно оплата за обучение. То есть платежную квитанцию, грубо говоря. За первый блок, именно за сопутствующие расходы, мы отчетности такой не несем. И в целом, хочу сказать, материальная ответственность за этот грант существует. То есть это не просто так вам дали деньги и делайте все, что хотите. Глупо было бы все-таки бюджетные средства. Да. Если вы не сможете справиться с возложенными на вас обязанностями, с условием договора, а по договору после обучения я должен вернуться в Россию и отработать три года у нас. Если я этого не сделаю, я буду должен возместить все, что на меня потратили, в трехкратном размере. Хороший стимул вернуться в Россию и поработать. Ну, я думаю, это скорее плюс, чем минус. Потому что здесь и получаешь образование, заграничное образование. То есть это мало того специальности. Это плюс еще неплохая практика владения языка. Второе, это получаешь... То есть во время обучения ты можешь не думать о деньгах. То есть сделано все для того... Сосредоточен на учебе исключительно. Да, исключительно на учебе. И третье, ты получаешь практику. То есть тебе сразу дается работа. Работу, к слову, ты выбираешь сам. То есть вот тут вот мне надо понять. Если ты участвуешь в программе глобальное образование, то ты гарантированно имеешь место работы по окончанию учебы. Да. То есть существует список работодателей. Я из этих работодателей выбираю себе организацию, где бы я хотел работать. Сам веду переписку с работодателем и... То есть это каким образом? Я такой-то, такой-то, хочу у вас по окончании обучения работать. Интересует ли вас моя кандидатура? Они отвечают, интересуют. И, соответственно, основание этого уже на учебу. Если этого работодателя нет в списке, то, опять же, можно написать организации, в которой вы хотите работать, и расскажите, как можно попасть в этот список. А вот хорошо, вот закончите вы факультет географии человека. А где, в принципе, у нас вы могли бы по этой специальности работать? Ну, я не знаю, там, администрация, какие-то там некоммерческие организации. То есть где? В администрации в том числе. Потому что специальность это предусматривает. Также можно работать в университетах. В качестве преподавателя? Преподавателя и научный сотрудник, в принципе. Мое, скажем, мое направление обучения научное. Понятно. Две недели, конечно, тут еще не так много времени прошло. Две недели отучились, вы сказали, в Нанкинском университете. Тем не менее, первые впечатления уже получены. Насколько принятая в Китае система образования отличается от российской системы образования? В частности, возьмем ВЛГУ, педагогический институт. Насколько там отличается? Там тоже пары лекций, коллокуми или там вообще все по-другому? Ну, когда ты туда приехал, мне сразу дали список предметов. Список предметов, которые у меня будут. Они обязательно, то есть вот это вот те предметы, которые обязательно нужно будет изучать? Ну, не совсем, но я должен сам выбрать себе предметы. А, из общего перечня. Да, имеется три блока предметов. А, Б, С. Предметы блока А – это основные предметы. Ну, видимо, обязательные. Обязательные. Ну, я сам могу выбрать, в каком семестре я буду их изучать. Интересно. Да, предметы блока С, их больше, они связаны с моей специальностью. Ну, опять же, я сам выбираю, какие могу ходить, какие ходить не буду и когда я это буду делать. И предметы блока С – это предметы из других специальностей, тоже могу их посещать. То есть, факультативные уже такие. Ну, можно сказать и так. Мне дается 32 балла. Каждый предмет дает определенное количество баллов. Всего мне нужно набрать не менее 32 баллов за три года, чтобы мне выдали тепло. Общение длится за три года, не менее 27 баллов должно быть набрано для успешного окончания ущеба. Каждый предмет, я уже сказал, дает определенное количество баллов. А как же, если на этот предмет хочу, хожу, хочу, не хожу, этот предмет не хочу, в первом буду, в третьем семестре. Как же группа-то формируется? Перед кем преподаватели выступают, что называется? Предметы проходят, то есть, у меня есть список предметов, у меня есть расписание, когда ведутся эти предметы. Как вы сказали, географии, видов географии очень много. И у многих групп они пересекаются. На парах, на уроках, не обязательно присутствует моя группа, я могу быть единственным представителем своей группы. То есть, иногда это 100 человек, иногда это 20 человек, иногда 50 человек. Людей хватает. Вообще, в этом университете обучается около 27 тысяч студентов. Университет не маленький. Не маленький. Как там относятся к тому, что вы из России? Китайцы вообще очень хорошо относятся к русским. У них здоровый интерес, интересуются. Все время расспрашивают, как мы живем. Ну, предрассудков, конечно, тоже очень много. А какие вот основные предрассудки? Тоже медведи по улицам, водка, баян? Водка, скорее водка. Все китайцы, и не только китайцы, думают, что русские очень много пьют. Так уж по ходу дела они сами употребляют? Да, конечно, употребляют. Все люди, все человеки. На каком языке преподавание ведется? Обучение проходит на китайском языке. То есть вы владеете китайским языком? Да. Я владею китайским языком. Скажем так, всего существует шесть уровней. Шесть уровней. Китайское владение? Да. Мастерство? Скажем, да. Можно сказать и так. И, конечно, мне до шестого уровня еще далековато, но чтобы учиться хватает. У меня есть еще небольшая информация для тех, кого заинтересовала перспектива обучения за рубежом по программе «Глобальное образование». Мне необходимо ее выдать. Итак, во-первых, никак не ограничивается возраст участника, но имеется образовательный ценз. Как минимум, необходима степень бакалавра. На 2015 год установлены следующие направления набора. Инженерия, наука, образование, управление в социальной сфере, я так понимаю, это как раз… У меня наука. 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 И медицина. Очередной конкурсный отбор закончится 8 ноября, 4-й уже в этом году. Теоретически попытаться успеть еще можно, наверное, хотя, не знаю, Константину виднее. Гостем студии был Константин Крайнов, студент Анонкинского университета, участник проекта «Глобальное образование». Вел программу Александр Козлов. Запись этого и других выпусков можно найти на нашем сайте trc33.ru. До встречи на домашнем. Здравствуйте, я Дмитрий Губерниев. Я выбрал магазины мужской одежды «Сударь и Винзана». Что требуется от костюма? Он должен быть безупречен, как и ты сам. Магазины мужской одежды «Сударь и Винзана». Магазин «Сударь» во Владимире переехал в ЦУМе. В первый подъезд на третий этаж. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова